Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики канала. Играет и комментирует для вас Слуцкий Александр. Мы продолжаем проходить карьеру в игре FIFA 17 вокруг света. Да, со Спартаком играем сейчас. Давайте сразу же пойдем в матч, что ли. В ливень будет проходить этот поединок. Состав у нас вроде бы готов. Некоторые, правда, немножко устали. Капитан Навас сейчас, нынешний капитан Асново, у нас получил травму на тренировке, поэтому Кристиан Нобо забрал себе капитанскую повязочку. Единственное, что, наверное, я все-таки Муса Думбея поставлю вместо Григорьева, который совсем немножечко подустал. Совсем немножечко, ага. Также в конце прошлой серии я похвалил Массимо Карреру, что к этому, ну, что это даст нам, к чему это приведет. Посмотрим сейчас. Муса Думбея почему-то показали перед матчем. Хочется посмотреть, играет ли у них Мане. Блин, почему они купили Мане и не заигрывают его? Хороший же футболист. Вот, ну реально. Ну, промес, понятно, у них есть. Ну, зачем покупать было Мане тогда, да? Согласитесь, вот зачем? Эх, ладно. В новом клубе после Ростова, я надеюсь, все-таки мы Кикута Мане купим того самого футболиста из Ванкувера. Гошев, как ни старался, команду свою спасти не смог. 1-0. Спартак, первая атака, Фернандо забивает. Вот тогда. Подключился в атаку. Глушаков сделал разрезающую передачу. Тут они классно разыграли, ничего не скажешь. Овсайда никакого не было. Ну вот, пожалуйста, нехватка Наваса, да? В защите. Сразу же пропускаем. Второй мяч всего лишь у Фернандо в РФПЛ. Ерохин отклеился. Нобоа. Тяжело, тяжело, тяжело. Нобоа идет сам. Скидка. Тачера. Ерохин. Пятка дальше. Из-за Талахи. И очень сложно, очень сложно такие комбинации проделать со Спартаком, когда так плотно сзади у них. Опять пятка от Ерохина. Из-за Талахи. Муса Думбия. Дальше на Александра пас. Ерохин. Ну вообще это был отбор. А в итоге травма, да? Поднимайся, Александр. Ну нет! Ладно, у нас есть Эрик Бекфалв, если что. Еще одна потеря из-за травмы, да? Вторая половина сезона у нас, видимо, будет вот такой. Зря я волновался. Ерохин пришел в себя. Сердар Азмун. Со своим соотечественником разыгрывают комбинацию здесь. Саид из-за Талахи против Глушакова. Азмун. Ногу надо было только выставить, сделать передачу на Ерохина. И тот бы выкатился. Хоккейным термином воспользуюсь. Один на один. Чистый подкат от Терентьева. Разрядил ситуацию. Ох, как тяжело, ребята. Ерохин все-таки повреждение, да? Все-таки повреждение. Хотя нет. Странно. Почему мне выводят тогда, что повреждение у Ерохина? В атаке пока ничего не получается. Надо срочно прибавлять. Может быть сейчас контр-выпад? Нет, не хватает скорости. Спартак уже весь вернулся. Саид из-за Талахи. Передача на Муса Думбия. Вернуть надо. Это что за пас? Муса Думбия. Вы знаете, я понял. Хвалить тренера соперника я больше никогда не буду. Потому что у нас почему-то именно в этом матче совсем все разладилось и ничего не получается. Нормальный пас делать не можем. На воротах Селихов. Только в концовке тайма я об этом узнал. Представляете? И то он сыграл на выходе, а не отбил. То есть ни одного удара не было по воротам Спартака. Давно мы так плохо в атаке не играли. Да вот что это за передача? Я не понимаю. От Муса Думбия. Все, меняю его. Вообще даже не в зону, в которую нужно отдавать пасы. Что такое? Муса Думбия. До свидания. Григорьев. Давай, хоть ты немножко уставший. Выходи. Ну и пока все. Вот это другое дело. Григорьев сразу пошел в борьбу и мяч выиграл. Азмун. Не успел здесь убрать под себя. Тачера. Азмун. Дальше еще. Нет, ты посмотри, накрывают. Быстро, быстро должен мяч ходить. Очень быстро. Григорьев. Ерохин. Азмун. Саид из Аталахи. Чистый отбор. Хотя нет, нарушение правил. Нобо. Твой шанс. Твой шанс, Кристиан. Ну, левее надо было. И где подкрутка? Поддавили, поддавили, поддавили. Зона у Кристиана Нобо. Ну, Селихов. Хорош, ничего не скажешь. Подача Тачеры. Селихов. Подбор выиграть. Получилось. Григорьев. Нет. Удара не будет. Ну, здрасте, приехали. Ну, надо уже удалять. Я не знаю. Все время фалят. Когда не успевают спартаковцы. Может быть, отсюда получше получится ударить. Тут прям в стенку. Совсем не то, что я бы хотел. Ерохин. Ну что, фланг. Григорьев. Вернуть Ерохину. Александр. Сердар Азмун. Удар от ворот будет. Нет. Под левую ногу убирал мяч. Там заблокировали. Так, Гошев. Аккуратно, пожалуйста. Что это за... Наши вратари под собой стали пропускать мячи. Вообще непонятно. Тачера, может быть, пойдешь на фланг уже? Ускоришься там как-нибудь? Я не знаю. Но будет Тачера. Разыграли все-таки по флангу. Тачера подключился. Навес на Азмуна. Сердарушка. Выше ворот. На последние минуты. Эрик Бекфалви. Гацкан. Да, ребята. Неужто? Неужто будет первое поражение у нас в Ростове вообще? За все время нашего пребывания здесь. Луис Адрианом. Мог сделать еще 2-0. Но попал в каркас. Бессессера Наваса оборона у нас не такая уверенная. Вот что я понял. Бекфалви. Плохая какая передача. Да что ж с вами, ребята? Остановить Глушакова. Остановить. Остановить Глушакова. Получилось. Вперед, вперед, вперед. Быстрая атака получится? Нет? Бекфалви. В этот раз поточнее сыграл. Тачера очень долго принимает мяч. Бекфалви через центр. Нобуа. Гацкан. Григорьев. Гацкан. Но удар-то где? Долго как? Как долго? Почему все так долго? Готовился к этому удару. Фернандо. Нет, это Искуэрдо какой-то. Опережает там нашего футболиста. Вот он, Фернандо. Фернандо лучший игрок вообще сегодня Спартака. Это безусловно. Нобуа. Да что ж такое-то? Мяч остается у Фернандо. Но это гол. Не! Ого, Шев. А вот здесь действительно спас. Оставляет нам шансы еще. Оставляет нам шансы. Аккуратно. Ну, вперед, ребята. Вперед. Терентьева здесь встречают. Прямо у штрафной. Супер-атака. Пойдем. Из последних сил. Ну же. Бигфалви. Азмун. Сместился на свою половину поля. Кудряшов. Аккуратней, аккуратней, аккуратней. Аккуратней. Нельзя терять мяч сейчас. Потеряем все, мне кажется. Уже! Гацкан успел. Григорьев. Смещение в центр. На фланг не пошел. Бигфалви. Нобо. Нарушение правил было. Мяч в игре. Азмун. Нобо. Азмун. Глушаков против него. Снова Нобо. Течера. Идеальный отбор от Макеева. Давление продолжается. Азмун и Нобо здесь разыгрывают мяч. И не точная передача. Мане, кстати, вышел. И перехватил как раз. Эту передачу. Так что Мане все-таки у них играет иногда. Ребята, это первое поражение. Ростова. За полтора сезона почти. Ну, за год считайте, что, да? Сейчас у нас близко к середине сезона. Но что поделать, бывает. Бывает. И Спартак наиграл на победу. Тут ничего не скажешь. В первом тайме. Играли как надо. Ну и Мевля. 6-1. Оценка не зря, да? Может, надо было гранату слева поставить? А его справа? Ну и Фернандо лучший игрок матча, как я и говорил. Да, обидное поражение. Ничего не скажешь. Получается, что преследователи сократили отрыв. И еще нам с Локомотивом играть. Но Локомотив там без потерь тоже не обходится. У них уже 20 матчей. И отрыв 7 очков. Выигрываем у Терека. Ну, 10 очков снова отрыв будет. Ну, правда, и Спартак там немножко приблизился, получается. Надо у Терека действительно взять и выиграть. Но это будет непросто. Играем мы в гостях. Астерикам всегда непросто. Но вроде бы основа теперь готова рвать и метать. Я не знаю, Калачева попробую выпустить в старте. В этот раз. И Самсурова. Самсурова и Сиописа. Где у нас Грек? У нас в резерв отправился. Из-за того, что молодой парень занял его место. Но Нобу надо в запас. Хотя из-за Талахи они одинаковые. Давайте Гацкан и Нобу в запасе будут в этот раз. Да. Все, такой состав сыграет с Тереком. В снег. Да, опять в снег. Поехали. Нужно побеждать. Так. Я думаю, Оустед мог бы и пропустить сейчас. Браво, Гошев. Пытался я сразу пойти в прессинг. И Терек этим воспользовался. Создали момент. Что с обороной, а? Без наваса все. Развалились. Гошев дважды засейвил сейчас. Спас нас Самсуров. Отлично. Сиопис. Контратака. Ну как бы да. Только она сейчас захлебнется. Потому что нет вариантов продвижения вперед. Ерохин. Центр пас. Хороший. Азмун. Обратно на Александра. Ерохин. Александр. Ужасный удар. Самсуров. Увидел. Увидел Григорьева. Срезался мяч с ноги. Как и у Ерохина, так же сейчас и у Григорьева. И еще сейв Гошева. Ты посмотри. Уже три сейва за 18 минут. Калачев. Есть еще скорость-то у Тимофея, нет? Хоть чуть-чуть. Эх. Передачу не успел отдать. Да что ж происходит-то? Алло. Оборона. Они вообще неповоротливые какие-то. Терек нас разрывает на первых минутах. И чудо, что мы не пропустили. Самсуров почти не ошибается, кстати. Играя в пас, это меня очень радует. Вот видите, снова отлично на Григорьева. А дальше? А дальше? Ерохин. Очень плотно. Нет, нет, нет. И нет возможности издалека пробить. Пространство не дает обороны. Не дает обороны. Что Спартака, что теперь Терека. Ерохин. Ну е-мое. Отдать невозможно никому опять. Самсуров. Четко. Сиопис. Давай, Ерохин, догоняй. И можно. Не догнал. Ну ладно, а вот наш все равно. 35-я минута. Хоть перевели игру на половину поля Терека. Терентьев. Хорошая подача. Азмун. Ну вот попроще, да, нужно играть иногда. Как сейчас. Сердар Азмун. Я даже беру мяч. Надо забивать еще. Потому что атака Терека доставляет нам очень много хлопот. Упустили здесь Азмуна. Но это вот как раз неожиданный навес Саута. Терентьев. Великолепная подача. 14-й мяч Азмуна уже в РФПЛ. Хороший. Очень хороший показатель. Ну и надо сказать, что за счет рейтинга как раз вот его высокого он хорошо выбирает позицию при таких навесах. Надо почаще это использовать. Ну что ж. Первый тайм. Мы, кстати, опять забили период с 35-й по 45-ю. Закончился все-таки в пользу Ростова. Но если посмотреть статистику, то мы немножко отскочили. Да даже не немножко. Замен я делать пока не буду. Меня все устраивает. Особенно последние минуты устроили. Ну как, нет, недалеко не все устраивает. Но оборону менять нет смысла. Устраивает меня очень здорово играющий Самсуров. Не прошил. Не прошил. Не прошил Азмун. Точнее прошил, но в штангу отскочило. Но потом на добивание Ерохин. По-моему, Сиопис разрезал сейчас всю оборону. Азмуна вывел. Классные передачи. Вот здесь, да. Грек. А, идеально. Забыл я про него. Надо его почаще выпускать, Сиопис это. Вытащил иностранный вратарь Террика. А потом уже Ерохин пустые добавил. 2-0. Отлично. Переломили ход игры, конечно. Стартовые минуты меня немножко испугали. Но потом вроде все наладилось. Давайте Азмуна заменим, чтобы он сильно не уставал. Чтобы был свеженьким в следующем матче. Остальных трогать не буду. Ну ты посмотри. Опять Гошеву пришлось вступать в игру. Без него никуда. Самсурова вывели на удар. Он там был под опекой защитника и с неудобной левой ноги. Но все-таки пробил. Первый удар его за Ростов. Могла быть первая голевая передача, помните? В первом же матче. Но не получилось тогда. У Ерохина забить. Самсуров. Хорошо смотрится парень. Вообще как литой вошел в наш состав. Передача на Дэвича. Дэвич. Развернуться ему Радольфа не позволил. Так. Ну надо еще некоторых поменять. Больше всех устал Калачев, конечно. Но я его менять не буду. Можно опорную зону как раз сменить. На последние минуты-то. Давайте Гацкан выйдет вместо Самсурова. Ну и Нобова вместо Сиописа. Хорошие замены, я думаю. Я просто помолчу сейчас. Привозим себе гол и возвращаем интригу. В этом матче. Почему я сюда сыграл, я не знаю. Ох. Ерохин привез. Ну что, 2-1. Ну хоть свежее... Свежее центр поля у нас теперь. Ну что, Калачев. Нобова. Четко. 3-1. Раскрылся Терри. Побежал вперед. Поверил в себя. Отыгрываться. Грозницы пошли. Ну и получили контратаку. Свеженький Кристиан Нобова. Великолепно. В дальнюю девятку. После передачи Тимофея Калачева. Ветераны сказали свое слово. Делают еще 3-1. Это третий мяч Нобова в этом сезоне. И лишают шансов побороться. Терек за очки. Какие зоны здесь, а? Одно удовольствие играть в атаке. С такими-то зонами. Калачеву хотел вывести. Мяч преподнести, точнее. Калачеву хотел. Чтоб он забил. Не получилось. Ладно, 3-1 тоже неплохо. Хотя еще момент сейчас будет. Григорьев. Ой, как долго он делал ложный замах. Очень долго. Да, все. 3-1. Ну что, после поражения от Спартака. Мы снова побеждаем. Не без доли везения. Не без сейвов. Гошева, конечно. Но Терека, видите. 8 ударов, 6 створ. Совсем другое дело, да? Вот. Ну и Рохин лучший игрок в матче. У него гол. Голевых нет. Ну там опять, видимо, по показателям лучший. Азмун 8,5 оценка. Гол тоже свой забил сегодня. Наш лучший бомбардир. Ну а теперь матч с Локомотивом. Критика. Причем команду я покритиковал. О-о-о. Наверное, я это зря сделал. Но может быть раскроется. 10 очков отрыв. Выиграем. Будет 13. Но от Спартака тоже 10. Так что от Спартака, скорее всего, 10 и останется. Посмотрим. Также я бы хотел посмотреть в офисе, выполнилась ли у нас задача развития молодежи. Да. Да. Самсуров сыграл свой матч и задача выполнена. Увеличьте количество проданных абонементов. Сезонов осталось 3. Видимо, не получается. Да, у нас увеличить. Несмотря на лидерство в чемпионате. Странно, странно, странно. Ну там 3 сезона написано. Согратить зарплаты. Ну это да. Это мы через разрыв контракта. Совершим. С Нобу, скорее всего. Но он будет свободным агентом. Можно будет потом его подписать в новый клуб. Хотя, зачем он? Старенький уже. Да. Заискать Терек. Терек на пятом месте в итоге. Где Зенит? Да сейчас у нас на десятом. Но хоть чуть-чуть поднялись. Все равно очень низко. Мевля в Словению. Бигфалви в Румынию. Нобу в Эквадор. Сеопис в Грецию. Сеописа, по-моему, еще не вызывали до этого. Ну что ж. Пожелаем удачи нашим сборникам. В Россию никого не вызвали. В сборную России. Итак, битва с Локомотивом. С Локомотивом будет в Снегопад вообще. Вроде бы... Вроде бы. 16 марта уже. Ну хотя нормально, да. Снегопад может быть как раз в эти дни у нас в России. Так, Мусадумби. А рейтинг уже 75. У него растет. Он, кстати, ты сыграешь с Локомотивом. Сыграет также Эрик Бигфалви. Тимофей Калачев хорошо выглядел, кстати, с Тереком. Достаточно. Блин, жалко, что... Наваста все еще с травмой. Вот сейчас бы он вообще не помешал. С Локото. С Локото. Ну, Саид и Нобуа. Давайте попробуем все Описа выпустить. Он сейчас в форме. Хотя он устал. Немножко. Ну так, чуть-чуть. А Нобуа пойдет в запас. Естественно. Ну, начинаем. Ох, не знаю. Трудный будет. Тяжелый матч. Я уже чувствую это. Но стартовый свисток прозвучал. Давайте посмотрим, что придумает Локомотив. Им нужно побеждать. Им нужно стараться догонять нас. Так что можно поиграть от обороны. Но это не наш стиль. Не мой стиль, точнее. Стиль Ростова. Да, но не мой стиль. Сердаразмон уже откликнулся на один навес. Чуть-чуть не хватило. Там в окружении троих защитников. А он все равно мог пробить и забить. Зная Азмуна. Нарушает правила гранат. Кстати, он капитан почему-то сегодня. Ну ладно. Желтая карточка уже на 10-й минуте. И будет навес фланга. Да, подача. Верховая борьба за Ростовом. А вон дальше Ндинга. Перепрыгнул Кудряшова. Азмун опять в окружении троих. Угловой будет. Ндинга получает желтую карточку. Обменялись горчичниками, да? В начале матча. Подача от Течеры. Давайте попробуем. Азмун! Или это Миха Мевля пробивал. Неважно. Ой-ой-ой. Какая ошибка-то здесь проторял локомотива! И подкараулил эту ошибку. Сердар Азмун! И прям в снежок ныряет. Да... Маринато Гильерми. Это что такое было? И тут не обвинишь Чорлуку, потому что он не видел того, что сзади Азмун. Но Гильерми-то все видел. Ну что, привоз локомотива. Привоз и пятнадцатый мяч Сердара Азмуна в РФПЛ. Все накрывает локомотив. Ты посмотри. Два удара подряд. Штабелями прям. Ложатся защитники под удар. Локо. Вот не всегда помогает, мы знаем. Пятка была лишней здесь. Ох, как Саид выкладывается. Саид больше всех отборов у нас из Аталахи сделал, по-моему, в этом матче. Мусадумбия против Чорлуки здесь будет сложно. И не падает Мусадумбия, продолжает движение вперед. Шишки на подачу, правда, сделал. Но все равно неплохо. А если прострелить? Не, не получилось прострелить. Хотя можно было попробовать. Бигфалви. Гранат. Нет, удара не будет. Сейчас бы Гильерми опять накосячил. Ну, на это надеяться сейчас уже глупо, наверное. И так. Курьезный гол забили. Да, уж Гильерми. Кто-кто вот... Ну, от кого-то, от кого, от него я такого не ожидал. 6-1 по ударам. У нас преимущество. Игровое есть. Это не матч с Териком. И уж тем более не матч со Спартаком. Здесь все по делу. Ведем по делу. Менять я никого пока не буду. А вот у них замена. Коломейцев вместо Мануэля Фернандоша. И снова Саид из-за Талахи. Ё-моё. Вот давайте ради интереса. Ради интереса. Общие сведения. Так, не, не то. Рейтинг игроков. Успешные отборы. Тут написано один из одного. Но я не понимаю, что значит успешные отборы. Корпусом он оттеснял там игроков очень много раз. Непонятно вообще. Ну ладно. Может быть выиграно единоборство там как-нибудь. Вот если уровень игры посмотреть. Где вот он? Вот Саид. Видите, где он бегает? Голевые передачи. Так, перемещение. Владение. Ну вообще нет. Здесь нет. Почему-то этой статистики. Но он, ну короче, FIFA странная считает. Эту статистику все. Но он отборов в 6-7 уже за этот матч точно сделал. А тут написано всего лишь один. Миранчука пропустили. Правую ногу. Только с правой он мог бить. Но и Бошев справился, как и должен был. Подбор залока после углового Ньдинга. Нет, бить не стал. Черлука. Ого. Сам прошел. Передачу на фланг. Отдал Фарфан. Саид. Ну вот здесь вот не косячь. Не косячь. Не косячь. Мевля. Нормально. Справились. Давление локомотива начинает нарастать. Давайте посмотрим. Может быть кого-нибудь можно выпустить. Попробуем Дэвидж вместо Азмуна. На последние минуты. Свежего нападающего. Из Талахи устал. Опытный Гаскан. Да, надо и третью тогда сделать замену уже. Пусть выйдет Нобо вместо Сиописа. Давайте опытом задавим сейчас. Наш любимый аут и навес. Нет, тут навешивать будет неудобно. Плохая передача от Терентьева. Плохая. И пусть бежит назад отрабатывать. Бординио какой-то вышел у локомотива. Новичок, да? Вместо Миранчука он, по-моему, появился на поле. Как же здесь все плотно. Гаскан. Плохо, Нобоа. Течери нужно. И навес на дальнюю штангу. Еще один навес. Муса Думбия еле успел. Перевод на Муса Думбия. Догнать. И точно навесить. Скинуть. Течери. Еще можно навесить. Ага, тут уже не пустили Бигфалви. Замкнуть эту красивую комбинацию. Ошибка опять обороны. Локомотива. Слишком близко был Гильерми к Бигфалви. Невозможно было забить здесь. Но Гаскан, смотрите, как отборолся. Видите, здесь очень... Ну, хорошо вышел Гильерми. Здесь оказался в нужное время в нужном месте. Но опять оборона сама себе привозит. Локомотива. Навес Течери. Хороший навес. Сейчас гранат. Вот это прыжок. И Гильерми тоже подстать. Владимиров сыграл. Подача. Ух, каркас Девич мог забивать. Вот Девич, кстати, на ближнюю штангу при угловых хорошо открывается очень. Очень жаль, что не 2-0. Очень-очень жаль. Кудряшов. Навес на Девича. И замыка! Это Бигфалви, а не Девич. Но неважно. 2-0. 2-0. Снова проходит навес. Федор Кудряшов. Идеальная подача. На ход Бигфалви. Он ворвался из глубины. Поменялись они, видимо, с Девичем позициями. Шестой мяч Бигфалви. В РФПЛ. Два наших лучших бомбардира, получается, отличились сегодня. Ну что, похоже, отрыв от Локомотива конкретно вырастет еще на 3 очка и составит 13 уже баллов. А вот посмотрим, как там еще Спартак сыграет в этом туре. Ну, скорее всего, там отрыв останется прежним. 10 очков. Ну и последние минуты спокойно доигрываем. Замены, кстати, сработали. То, что освежили от центра поля. Выпустил опытных Гацкана и Нобуа. Это помогло нам спокойно провести концовку и забить второй мяч. Ну, вот здесь ошибся, конечно, Девич. Ну, Кудряшов. Смотрите, как спокойно с Фарфаном. И он весь матч так с ним разбирался. Да, что же за провал у нас был? Именно в игровом плане. В матче со Спартаком и в первом тайме с Териком. Не знаю. Какой-то спад небольшой. Случился у команды. Мусадумбия. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 3-0. А как положил-то в уголок. На скрипочке можно поиграть, попраздновать этот гол. Я даже не ожидал от него такой точности. С неудобной ноги причем. Это слабый. С левой ноги. Гацкан, голевая передача. Ай, хорошо. Прямо в дальний уголочек. Ну и Гильермен не лучший матч проводит, честно говоря. Третий мяч Думбии. Ну что, Азмун, Бигфалви, Муса Думбия. Отличились в этом поединке. И 3-0. Вот так вот мы разобрались с одним из главных преследователей в чемпионате. Но, правда, с другим преследователем разобраться не получилось со Спартаком. Кудряшов опять лучший игрок встречи. Вот так вот. У него голевый пас, понятное дело. Передача вон 12 из 14. В общем, все хорошо у Кудряшова. Смотрим, как Спартак сыграл. И какой отрыв у нас. От второго места. Там у нас в кубке, да, матч тоже со Спартаком. Надо будет брать реванш, канат. Не, ребят, какая Канада? Вы о чем вообще? Какая Канада? Так, ну давайте глянем. Ну, нет, Спартак... Спартак сыграл в ничью, что ли? Как я понимаю. Погоди, было 11 очков. Нет, было 10 очков, да? Стало 12. Да, они сыграли в ничью. И ЦСКА уже на третьем месте. Делится Спартаком. То есть, 12 очков у нас отрыв от Спартака и ЦСКА. 12 очков, это, я напоминаю, 4 победы. Осталось до конца чемпионата 9 туров. То есть, если мы выиграем еще в 5 матчах, то мы обеспечим себе чемпионство. Ну, это здорово. И надо кубок тоже взять. Со Спартаком играем в четвертьфинале. Возьмем реванш. Я вам обещаю. Я очень настроен на это, по крайней мере. Ну, посмотрим, конечно. Не пропустите следующую серию, ребят. Не пропускайте вообще серии на канале. Не забывайте поставить лайк, конечно же. Написать комментарий. И вступать, 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 вступать. Рекомендую в группу ВКонтакте. Там все новости канала. Ссылка на нее в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok